Множество подводных съемок. Вот некоторые из сюжетов, производство которых уже запущено. В поисках мельницы Сампо. Начнем мы с мира древних северных мореплавателей, воспетых еще полторы тысячи лет назад неизвестными карельскими рунопевцами в гениальной колливале, этой северной Илиаде. Древний корабль. Единственное средство передвижения героев колливала. Чтобы построить его, героям нужно найти заветные три слова в стране мертвых. Он зовет героев в поход и погибает, то в шторм, то на подводной скале, то затертой льдами. И вместе с кораблем тонет волшебная мельница Сампо, источник всего изобилия и богатства на земле. И до ныне лежит она на дне, пряча от людей свои сокровища. Потонули те обломки, те куски большого Сампо в глубине потоков синих, в темной тине дна морского. Там от них в воде богатство и сокровища у Ахта. И пока сияет месяц, не погибнет вод богатства. Самое любопытное, что реконструируя события колливалы, мы неминуемо приходим к выводу, что они происходили на Карельском перешейке. И Сампо утонуло здесь же. За 76 лет до Александра Невского. Вслед за легендарными героями пришло время викингов, варягов, древних руссов, создавших на берегах Ладоги богатейшее государство древнего мира. Сюда приплыл со своей дружиной конунг Рюрик Ютландский. Здесь сложили свои головы воинственный конунг Ивар Широкие Объятия и Ярл Свейн, сын Хакона. Здесь вырос и творил свои чудеса основатель Норвегии Олаф Святой. Здесь плавал со своей дружиной юный Владимир Красносолнышко. Здесь женился на прекрасной Елизавете дочери Ярослава Мудрого Гарль Суровый. И отсюда поплыл он завоевывать себе норвежский трон, чтобы потом грозным королем погибнуть в Британии. Гюда, дочь победившего его саксонского короля Гастингса, бежала сюда от Вильгельма, завоевателя, и здесь стала женой Владимира Мономаха. Какая богатейшая, но, увы, забытая нами история. Когда-то по этим водам плавали флотилий в сотни судов. Но до сих пор не найдено ни одного из них. А такая находка имела бы мировое значение. И, как ни странно, это весьма вероятно. Ведь в 1164 году на Ладоге состоялось морское сражение флота новгородцев и ладожан со шведским флотом из 55 боевых кораблей. Это был поход Ледунга, общегосударственного ополчения шведского королевства на Русь. И в этой битве, который является первым документальным подтверждением морского сражения русских, шведы были разбиты и потеряли 43 корабля. Сказание о Магнусовом крушении. И в последующие века торговый путь через Финский залив в Новгород был одним из главнейших для европейской торговли. Более 80% мехов поступало в Европу именно отсюда. А в соборах и замках Италии, Франции, Германии горели свечи из русского воска. По оценкам европейских историков, в год из Новгорода его ввозили до 50 тысяч пудов. Не мудрено, что многие короли пытались, как правило, во имя торжества истинной правды, захватить эти земли. В 1348 году шведский король Магнус Эриксон привел свое войско сюда, на Березовые острова, и потребовал от новгородцев подчиниться и принять католическую веру. Ему удалось захватить пограничный орешек, но на следующий же год новгородцы отбили его обратно, а весь флот Магнуса погиб в шторм в Финском заливе. В итоге ослабленный король был свергнут и бежал из страны. Наши предки помнили эту победу и гордились ей. Недаром, по легенде, гордый король бежал на Карельский перешеек, а потом, потерпев кораблекрушение на Ладоге, принял православную веру и умер монахом в Аллаамского монастыря. По следам знаменитой книги. В 1617 году обессиленное в раздорах смутного времени Московское царство подписало в деревне Столбово под Тихвином один из самых унизительных в своей истории договоров, по которому Швеция получала в свое владение все побережье Финского залива. Но уже через 20 лет и победившая Швеция, и Голландия, и Франция, и Англия шлют послов к московскому царю с просьбами продать в их разоренные 30-летней войной страны хлеб и разрешить торговлю со сказочным Востоком. Удалось это послам гальштинского герцога Фридриха Третьего. Их путешествие в Москве и через Москве в Персию и обратно описано в знаменитой книге Адама Алиария. Но мало кто знает, что оба корабля-посольства погибли в крушениях. Первый в Финском заливе, а второй в Каспийском море. Это был большой трехмачтовый корабль. Для того времени это были очень большие параметры. Причем на каждой мачте было по три паруса. И, кроме того, корму украшали дверезные галереи, высокая башня для флага. Что напоминает этот корабль по такому описанию? Самое близкое, что приходит на ум, это линейный корабль «Ваза», который сейчас является гордостью Швеции и выстроен в Стокгольме. Представляете, что вот здесь вот, вот, за тем мысом, лежит именно этот корабль со всеми грузом, со всеми подарками посольства Фридриха Третьего царю Московии. Рассказ об этом путешествии и поисках корабля – сюжет фильма. Свидетель славы россиян. И, наконец, война 1788-90-х годов между двоюродными братом и сестрой, Густавом Третьим Гольштейн-Гутторским и Софией Августой Ангальцербской. Такой боевой активности русский флот не знал ни до, ни после. За три коротких летних кампании произошло четыре генеральных сражения кораблей-флотов, два генеральных сражения грибных флотов, более десяти сражений отдельных эскадр и отрядов, и, наконец, Выборгское сражение – самая крупная морская битва в истории Балтийского моря. В ней одновременно участвовало более 500 вымпелов и не менее 70 тысяч человек. Именно этот самый флотический момент сражения, изображенная картине, Жан-Алуи Депре, французского художника Друга Густава Третьего, момент взрыва трех шведских линейных кораблей, гибели массы маленьких судов. По предположенности в этот момент погибло около двух тысяч человек. И остатки всех этих кораблей до сих пор лежат на дне Финского залива. За эти три года в сражениях и плаваниях погибло более 250 вымпелов, причем только в Выборгском – более ста. Потихоньку, потихоньку. Двиги. Давай, мужики, на этот. Что вы встали? Давай еще трое человек сюда. Впервые научно реконструировав движение флотов и кораблей, мы определили районы гибели большинства из них. И нашли уже более 30. Вот тема для фильма о забытой крупнейшей победе российского флота. Подводный музей. На смену деревянным парусным красавцам пришли паровые броненосные корабли. Благодаря усилиям русских инженеров-кораблестроителей к концу века петербургские верфи строили гигантские броненосцы водоизмещением в 10 тысяч тонн. Это в три раза больше, чем крупнейшие парусные линейные корабли. И волею судеб на дне Финского залива в полной сохранности лежит один из них – эскадренный броненосец «Гангут». По роковой случайности затонувший 12 июня 1897 года. Всего в пяти километрах от берега. Вот это пятиствольное орудие американской системы Гочкеса, одно из нескольких орудий этого типа, которые находились на борту броненосца, было поднято на 1901 году в водолазу Микроставской водолазной школы. Это была последняя операция, когда российские водолазы, точнее водолазы российского военно-морского флота, опускались на борт броненосца для подъема имущества. Именно тогда было поднято и кормовое украшение, герб Российской империи, соображение четырехмарейного терминального отчества. Но после этого практически погружения уже не было. И все имущество, которое утонуло вместе с броненосцем, так и находится на дне. Там есть и пушки системы Гочкеса, и десантные орудия системы Барановского, прямо на колесах, которые можно катать по палубе, да и много других вещей, которые представляют себя музейный и исторический интерес, потому что этот броненосец – это своеобразная выставка достижения народного хозяйства конца 19 века. Сегодня это уникальный подводный музей, где демонстрируются технические достижения промышленности Санкт-Петербурга конца 19 века. Ведь броненосец строили все крупнейшие заводы города. Новое Адмиралтейство – Александровский, Балтийский, Обуховский, Путиловский, Металлический, Кронштадтский и Адмиралтейский и Жорский. Его корпус хранит в себе гигантскую коллекцию предметов быта времен начала царствования последнего Романова и показ их – тема специального фильма. Мы приглашаем вас принять участие в проекте. Самим сделать открытие, которое, может быть, сделает ваше имя знаменитым. Почему человечество помнит Генриха Шлимана? Не потому, что, приехав нищим в Петербург, он через несколько лет стал купцом первой гильдии, владельцем торгового дома и директором Российского императорского банка, а потому, что, бросив все это, он, следуя древней рукописи, открыл Трою, краткий миг в истории. А здесь, на дне Финского залива, вас ждет история человечества от древних мореходов до наших недавних времен. Субтитры создавал DimaTorzok